восьмиканальные головные устройства произвели какой-то фурор на российском рынке почему потому что раньше такого не было всегда вроде как 6 каналов было в массах по крайней мере столько обещаний столько громких слов а по факту этих головных устройств нет но сегодня только здесь только сейчас мы сравним с вами самые главные головные устройства восьмиканальные потому что просто других пока что не анонсировали и не обещали это урал csp777 и prology kraken и если урал уже три года обещал то prology как-то молчал и kraken лежит у меня уже на столе поэтому начнем сначала с вещей осязаемых а потом перейдем к вещам эмфемерным я обещаю вам что расскажу абсолютно все подробности которые мне удалось достать за эти три года про урал csp777 тем более был первым человеком который его на свет собственно говоря анонсировал погнали и так kraken что это такое ну наверняка все ждут от этого головного устройства я сразу говорю еще не включал потому что всегда снимаю головные устройства на ходу так обзор получается живее честнее и реалистичнее во первых сразу вас предостерегу все считали что это будет восьмиканальная процессорное головное устройство с 8 парами линейных выходов на борту не спешите переключать этот ролик мы еще с вами разберемся что же делать эти 8 каналов поразмышляем на тему для чего они нужны что с ними делать и каким образом можно реализовать данную концепцию по задумке про лоджи разговаривал с людьми собственно этих голов еще нет в продаже как только они поступят в продажу будем знать на них цену цену вы сможете узнать в описании к данному ролику будет ссылка на наш интернет магазин разговаривал с руководством и какова идеология этого головного устройства не все готовы устанавливать внешний усилитель в систему кто-то хочет поставить что-то одно и чтоб это одно все разруливало в принципе такую роль сейчас выполняют процессорные усилители но стоимость их естественно гораздо выше и не все готовы за это переплачивать и вот у нас по сути вроде как бы можно даже и назвать процеузь функции головы но по идее да по крайней мере пока мы не включили не проверили как там все реализовано ну мол у нас есть 8 выходных каналов есть процессор это как-то можно настроить как-то можно свести и вуаля наша система собрана ну прям по совсем бомж варианту скажем так что подразумевается под этим нам не нужны внешние усилители но естественно нужно понимать что опять же почитав комментариях сделав анонс нашей группе вконтакте я увидел что многие люди говорят да что тут усилитель будет слабый там какие-то по 20 по 30 ватт по 40 мол это все не то это не это не камильфо посмотрите обязательно на нашем канале ролик про чувствительность мы уже рассказывали о том что мощность это последние цифры на которые нужно обращать внимание задача любого установщика любого человека собирающая в аудиосистему заключается не в том чтобы побольше ватт было в усилителе и побольше ватт на колонках там было написано в том чтобы подобрать просто хорошую чувствительную акустику и тогда вопрос мощностью сводится практически к нулю то есть условно говоря при нормальной чувствительной акустике можно и пренебречь цифрами там 25 ватт относительно 38 каких-нибудь вожделенных поэтому на этом я внимание не заострял для себя для себя проблем не вижу считаю что вопрос малой мощности здесь не настолько уж и актуален но опять же кто-то со мной не согласится флаг вам в руки и так визуально я как обычно не даю никаких комментариев голова перед вами на ваших экранах каждый сам сделать свой вывод касаемо внешнего вида обязательно напишет его в комментариях потому что его мнение важнее мнение любых других как многие комментаторы считают собственно особенно недовольны что касается комплектации здесь комплектации в принципе достаточно бюджетная то есть голова пульт коса с кабелями но здесь комплекте лежит очень важная штучка казалось бы простая но ауди на заметку сейчас возьму вот таком пакетике все у нас находится распакуем и здесь лежит эта штучка что это такое у нас голова поддерживает подключение к кнопкам на руле резистивная да как это обычно происходит вот этот маленький адаптер очень приятно иметь в комплекте потому что когда есть возможность у головы резистивного подключения вот этой штучки в комплекте нет приходится искать это дополнительный гемор. Здесь об этом подумали, вот это мне сразу понравилось. Пультик здесь стандартный, ничего выдающегося, я думаю, все мы его уже видели и знаем. Выглядит он вот так. Ну, а теперь давайте приступим к обзору головы. Все, как я люблю, мы ее включим, потыкаем, пройдемся по меню, изучим все ее функции, а затем я расскажу вам все, что знаю про Ural CSP777. Всю самую актуальную информацию, потому что вы уже четвертый год, по сути, долбите мне в личку. Как сними обзор, сними обзор. Я расскажу вам сегодня все. Запускаем. И первое и самое главное это энкодер. Ну-ка. Вы можете говорить что угодно и как угодно, но этот звук я не перепутаю ни с чем. Итак, приступаем. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть английский язык, есть русский язык. Голову на русский я уже переключил, чтобы вам было понятнее. И пробегаемся по основным пунктам меню, то бишь по его первому уровню. Дисплей, радио, система, аудио. Ну, понятно, да? Тоже очень похоже. Что у нас здесь? Давайте смотреть в настройках дисплея. Диммер, то есть его яркость. Нижняя строка. Что это такое? Анимация, либо часы. Все, все понятно. Возвращаемся назад. Язык на выбор у нас русский, либо английский, и даже украинский. Версия программного обеспечения. Подсветка. Что это такое? Все зоны, либо три зоны. Да, намеренно сразу показал вам, что у нас подсветка трехзонная. Мы можем ее разделить на ваш выбор. Поэтому вот таким странным образом подобраны в данный момент цветовые сочетания лишь для демонстрации. Не более того, опять же, можем сделать все в одном цвете. Ну, наверное, кому-то это надо. Здесь по дисплею все. Дальше, что у нас есть в настройках системы? Давайте посмотрим. Естественно, к аудио перейдем. Это самое дорогое для нас. Но посмотрим, что здесь есть еще. SVC. Активация или... Или все, больше ничего. Нет, да, все понятно, каким образом здесь организована логика работы. Анимация, демо-режим. Ну, давайте, все понятно, да? Мы все это с вами уже видели. Переходим к самое главное. Главному вопросу. Аудио. Здесь у нас есть на выбор савуфер. Баланс, лево-право. Фильтр. Так подозреваю, что кроссоверы задержки звуковые. Эквалайзер. Усиление НЧ. Что это такое? Ну, понятно, это баст-буст. Не рекомендую никому включать. Оставляю в положении выкол. Тон компенсация. То же самое. Она тут несколько уровней у нас имеет. Не рекомендую никому ей пользоваться. Все-таки тракт должен быть с максимально чистым звуковым сигналом. Ну и, в принципе, все. Савуфер, тон компенсация. И заходим в главное меню, которое важно всем абсолютно автозвукерам. Это фильтры. Потому что у нас же большинство думает, как процессорная голова. Это только кроссовер. Задержки никому не нужны. Будет ролик, все расскажем. Но не сегодня. Итак, FVC твиттеров, фильтр мидбаса, FNC, вуферов. Значит, как это понимать? FVC твиттеров. Крутизна. Фаза. Уровень. Фаза у нас как регулируется? Давайте посмотрим. Так. Можно просто включить противофазу. Нету более плавной регулировки. Уровень. Понятно. Это выходная. Для согласования входной чувствительности усилителей частота среза. Давайте посмотрим. Нижняя граница 1 кГц. Верхняя граница 12,5. То есть этот фильтр на этих каналах фильтрует все, что ниже заданного значения с определением крутизны спада. Где крутизна спада? У нас есть 6 дБ, 12. И все. Первый и второй порядок. Понятно. Значит, пара каналов у нас работает так. Идем дальше. Фильтр мидбасов. Так. ФНЧ, ФВЧ. То есть эти каналы мы можем подрезать как снизу, так и сверху. Значит, по ФВЧ. Снизу можем резать вплоть до частоты 30 Гц. Минимальное значение. Максимальное значение. Значения, опять же, фиксированы. Это 250 Гц. Крутизна спада второй порядок, либо первый. Сверху, что у нас получается. Мы можем минимум резать до килогерца. Максимум, опять же, до 12,5. Также подозреваю, что здесь будет первый и второй порядок. Давайте с вами перепроверим. Ну, мало ли что. Да, то же самое. И по логике сейчас у нас будет третья пара каналов. ФНЧ, вуферов, резать, опять же, только не снизу и сверху. Сейчас проверим. Да. Режется у нас все только сверху. Частоты от 30 до 250 Гц. То есть, в принципе, картина знакома. Нашим подписчикам уж точно. А где же наши 8 каналов, спросите вы. А вот здесь, конечно, вопрос. И как я вижу по меню, и как я все-таки догадываюсь. Возможно, я, конечно, буду не прав. О, давайте еще проверим одну логику. Если нажать кнопку аудио. Ну да, то же самое. Двухполосный, либо трехполосный. Может быть, в двухполосном режиме что-то появится. Давайте проверим. Как это делается? Выходим в меню, аудио. Нажимаем энкодер. Держим. И голова нам предлагает два типа подключения. Здесь у нас тыл-фронт, понятно. Это у нас фейдер, так называется. Так, фильтр еще раз. ФНЧ передних, ФВЧ передних, ФВЧ задних. ФНЧ сабвуфера. Ну, чудо не удалось. То есть, здесь нет развитых 8 каналов. То есть, мы не можем настраивать каждую пару каналов со своими частотами срезов, выбираемой крутизной спада. То есть, по сути, все здесь в меню соответствует тому, что мы видели раньше не в 8-канальных головных устройствах. Исходя из этого дела, вывод о том, что, учитывая факт, что у нас здесь имеется на тыльной стороне одна пара линейных выходов, логика работы данного головного устройства организована следующим образом. Здесь попарно регулируются выходные каналы. То есть, в голове не 4-канальный, а 8-канальный встроенный усилитель, где две пары каналов настройки, их точнее, запараллелены между собой. И один линейный выход на сабвуфер. То есть, говоря другим языком, это обычная голова с 4-канальным усилителем и одной парой линейников. Но процессорная, где эти каналы регулируются. И они регулируются двумя парами, а не одной парой, как ранее. И вся вот эта вот большая коса кабелей для подключения акустики нам на это намекает. На то, что мощность здесь достаточная, намекают нам двойные силовые терминалы. Видите, у нас здесь два желтеньких провода. Кстати, ну, для освободаренных, на всякий случай, уточню, что желтые кабели, это у нас кабели сигнальные. То есть, их нужно к плюсу подключать аккумулятора. Предохранителями они здесь защищены, все правильно сделано. А красный кабель, это кабель управления АЦЦ, там, либо кнопка какая-то, как хотите. Не путайте, не нужно желтые кабели вешать на АЦЦ, иначе будет беда. Еще раз, черный это минус, желтый это плюс, а красный это плюс управляющий для включения головы. Вот, собственно, такое головное устройство предлагается нашему потребителю. Хотели что-то процессорное и, допустим, там, по две пары каких-нибудь. Ну, в SQ-систему я не вижу и не буду позиционировать это головное устройство точно, потому что, имея разные динамики и не имея полного поканального подключения, где мы можем сводить задержки для каждого из используемых динамиков, такая реализация не совсем правильная. А вот для эстрадки, ну, мол, две пары середин каких-нибудь громких поставил, две пары твиттеров и сам бухтер очень даже подойдет. То есть, готовое решение для бюджетной эстрадной системы. Динамиков будет побольше. На САП у нас есть на тыльной стороне головы линейный выход. Там этот САП настраивается. Фильтры у нас есть. Готово. Вот так, скорее всего, и видел производитель системы, будущие системы, которые будут построены с помощью головного устройства Prology Kraken. Урал ЦСП-777. Как всегда, мы начнем с предыстории, потому что без истории неинтересно настоящее. Итак, друзья, приступим. Началось все же с того, что в далеком 2019 году самый непродажный человек на YouTube, касаемо обзоров продукции Урал, анонсировал нам на мероприятии Урал Перевооружение 2020 новое головное устройство, повертев его в руках и пообещав, что это будет что-то такое, чего ранее рынок не видел. Нам нужно было что-то принципиально новое, что-то необычное, не похожее на всех остальных. Итак, представляем вам первое в мире головное устройство с пятью парами RCA и независимой кроссоверной частью Урал ЦСП-777. Лишь потом, спустя три года, по большому секрету, он нашептал мне на ухо о том, что на самом деле та голова, что он вертел в руках, даже не работала. И в руках был какой-то просто макет. Ну, мол, вот головное устройство, смотрите, это оно, ждите, скоро будет. И народ поверил. Более того, вам была продемонстрирована блок-схема работы устройства. И ни один человек не обратил внимания на то, что на этой блок-схеме у выходных каналов было лишь три пары ЦАПов, а две пары каналов были аналоговые. Соответственно, если мы видим эту блок-схему, то понимаем, что пять пар каналов регулироваться не могут. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. Это было показано. Здесь применен на борту высококачественный цифрово-аналоговый преобразователь. У этого устройства на фронтальной части имеется сразу два USB-порта. Один для флешки, то есть какого-либо накопителя. Второй порт для быстрой подзарядки ваших гаджетов. И неважно, мобильный телефон это или планшет. Никто не обратил внимания на эту оплошность, и народ начал ждать. Месяц, два, три, через полгода приедет. Сейчас, подождите, проходит год, наступает новое перевооружение. Тот человек уже с Урала, который самый непродажный, самый честный, непредвзятый обзор снимал, из Урала уже ушел. И презентовали это головное устройство уже другие люди. Презентовали люди по-настоящему неподкупные, те, которые пользуются настоящим авторитетом, в отличие от первого товарища. И Анатолий Иванович Шихатов нам рассказал, главный редактор журнала «Автозвук.РФ», о том, что вот оно головное устройство, вот оно есть, оно уже работает. Показал даже нам программную оболочку, рассказал о том, что все пары каналов независимые. Ну, как вы знаете, штатные приемники так себе. И поэтому Урал предлагает для качественных систем новое головное устройство с 10-канальным звуковым процессором. Оно не имеет аналогов в мире. Как вы знаете, максимальное количество каналов – это 5 или 6. Здесь же 10 каналов, организованные в 5 пар, которые позволяют использовать самые разные варианты структуры акустической системы USB-накопителей. Второй – для настройки звукового процессора, о чем мы поговорим чуть позже. Здесь использован профессиональный звуковой процессор от фирмы Analog Devices. Крутизну фильтров можно выбрать до 48 дБ на октаву. Все. И, казалось бы, год прошел, год прождали, обещаниями нас прокормили. Уже есть какая-то программная оболочка, есть какая-то голова, опять ее там покрутили. И вот-вот она должна появиться. Правда, цена будет чуть-чуть дороже, но там уже и ДСП другое, уже Адау 1452. Уже верится в то, что получится как-то там сделать все эти пары каналов независимыми и реально настраиваемыми. То есть, соответственно, мы имели то, что имеем. Мы видели устройство, которое нам показывают на картинке, рассказывали технически, как оно реализовано. Причем технически это уже выглядело гораздо серьезнее, обоснованнее, чем в первом ролике. Но как-то на рынке опять этого устройства не появилось. Ну, дядьки-то с опытом уж рассказывают, с авторитетом уж наверняка не обманут. Проходит еще год обещаний, и появляется уже два дядьки. Тот дядька, который был, и к нему добавляется второй из журнала CarMuse. Антон Николаев тоже редактор, тоже классный журнал, тоже пилит обзоры. И они уже вдвоем в свитерах Данилы Багрова начинают нам рассказывать о том, что Урал ЦСП 777 это оказывается последователь головного устройства Урал Концерт CDD. Причем презентация начинается со слов о CDD, хотя казалось бы, какая связь? Но с их слов связь есть. В 2005 году эта магнитола вызвала общий фурор, и до сих пор, спустя 15 лет, ни одной компании не удалось повторить сделать то, что сделал тогда Урал. Она обладала такой кучей возможностей, которые даже по состоянию на сегодняшний день не смог повторить никто. Друзья, здравствуйте! Постепенно переходим к нашей технической части, и мы представим две очень интересных новинки от компании Урал. Урал, одна из них это процессорное головное устройство. Буквально перед началом этого мероприятия мы с Анатолием Ивановичем обсуждали возможности головного устройства и пришли к такому выводу, что аналогов ему на рынке сейчас в общем-то и нет, и во многом оно перекликается с некогда известным Урал Концерт CDD. Мне кажется, интересное, кстати, было головное устройство. Урал Концерт CDD это была совершенно эпохальная машина, которая намного опередила свое время, поэтому, может быть, была оценена не всеми и не до конца. Но достаточно сказать, что она получила медаль в Рюсселе в 2003 году, рассматривалась даже возможность ее выпуска за рубежом, но там что-то не срослось. А теперь мы получаем ее наследницу, или наследника, не знаю, какого пола головного устройства. Будем считать, что оно. И, кстати, интересный факт. В свое время Урал CDD стоил, если не ошибаюсь, порядка 900 долларов, в то время как Урал ЦСП-3,7 стоит около 120 долларов. При том, что его возможности намного шире, чем были тогда 15 лет назад у Урал CDD. Давайте посмотрим, что у него по железкам, что у него внутри, как мы любим ковырять. Давайте. Внутри у него замечательный 32-разрядный процессор от Analog Devices. И это, друзья, честно говоря, тоже большая неправда, потому что Урал Концерт CDD не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения к головному устройству Урал ЦСП-777, даже если оно гипотетически когда-нибудь появится. По одной простой причине. Урал Концерт CDD действительно был создан нашими русскими инженерами, производился здесь в России, в Зеленограде, собирался вручную. Ну, я знаю этих людей, которые это делали. А вот ЦСП-777 создается уже на других заводах и, возможно, даже в другой стране. Но явно не теми людьми. И поэтому связи между CDD и ЦСП-777, еще раз повторюсь, нет, не было и никогда не будет. Это абсолютно разные головные устройства с разной идеологией и разным подходом к своему делу. И вот уже два дядьки нам рассказывают, смотрите, какое головное устройство. Снова нам показывают программную оболочку для настройки. Более того, оно уже там работает и устраивается даже прослушка в сравнении с Алпайном. Ну, как эта прослушка была организована, вопрос другой. Но сам факт. Голова поет, играет. Все, есть, дождались. Наконец-то прошло три года. Я начал искать. Естественно, мне эту голову никто не предлагал и в руки не давал. И лично я никогда работающий серийный ЦСП-777 не видел. Знаю, что все это там дело остается до сих пор на уровне прототипов. Но здесь же вот готовое устройство, оно поет. И компания Урал устраивает конкурс, по результатам которого в группе ВКонтакте три человека выиграют вожделенную ЦСП-777. Думаю, я ее куплю у них. Я их достану, этих людей. Я их найду. И за любые деньги, во что бы то ни стало, я обязательно ее куплю. И сниму свой обзор со всеми измерениями, со всеми подтверждениями параметров либо опровержением. Я хочу получить эту голову больше, чем каждый из вас. Уж просто мне поверьте. Потому что по информации от того самого первого непродажного человека, который анонсировал эту голову, одной из причин его ухода были. Понятно, что у них там у москалей всегда все завязано на деньги. Но одной из причин его ухода как раз являлась эта голова, потому что он позволил себе оплошность оспарить с руководством момент того, что голова это не будет за такие деньги, с такими возможностями на рынке никогда. Я нашел победителей конкурса ВКонтакте, написал каждому из них по очереди. Ну, что-то вроде, мол, привет, готов купить у тебя Урал ЦСП-777. На что один мне ответил, что? Ну, то есть человек вообще был не в курсе о том, что он выиграл, видимо. Два других там зарядили какой-то баснословный ценник. Я подумал, нет, пока что покупать не буду, подождем. Ну, потом, думаю, хрен бы с ним, там, по-моему, 30 тысяч рублей мне зарядил один товарищ, который выиграл за голову. Пишу, говорю, давай, хорошо, я у тебя его куплю. А выясняется, что победители конкурса головы свои так и не получили. То есть, с одной стороны, мы все с вами имеем картинку, на которой нам показывают, крутят эти головы, вертят, рассказывают о том, какие они классные, как у них мало искажений, как они великолепно играют, как они круто настраиваются. Вот, все, бери, не хочу. А с другой стороны, мы имеем дело с какой-то, с чем-то настолько эмфемерным, что это мое любимое устройство в автозвуке по состоянию на сегодняшний день. Я клянусь вам, нет ни одного настолько вожделенного людьми устройства, как у RAL-CSP777. Никто так и никогда ни одно устройство не ждал, как именно его. По вышеозвученным причинам. Она есть, но ее не существует. И, возможно, когда она, возможно, на рынке появится, я буду первый, обязательно вам клянусь в этом, который будет стараться ее купить за любые деньги, лишь для того, чтобы снять вам реальный обзор на это головное устройство. По этой причине, господа, пожалуйста, больше не задавайте мне вопросов, как тому самому первому непродажному человеку, который это головное устройство анонсировал, о нем. Я о нем, все, что знаю, вам сейчас очень сильно вкратце изложил. Достать я его так и не смог. В руках у меня было неработающее устройство, и оно не было CSP777. Я его никогда не видел, не слышал и уж не измерял. И даже если сейчас мне предложат какую-то голову, скажут, вот тебе, пожалуйста, измерь, вот ты просил, я ее не возьму, не возьму по одной причине, потому что это не серийные, а предсерийные образцы, либо, возможно, просто какие-то прототипы. А я хочу получить то, что хотите получить вы. Готовое устройство, купленное в каком-нибудь магазине, которое мы обязательно с вами досконально, по полочкам разберем так, как я не разбирал еще ни одно устройство. С вами был Кэп, корпорация «Автозвука в огнях». Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok